так друзья сегодня у нас четвертый урок в этом ролике будет серьезная работа серьезная интересная и опасная с таким помощником ну естественно надо будет еще помолиться конечно так задача такая хозяин не хотят чтобы снимали но мы не будем задача такая сейчас научимся обрезать вот труба по кухне и да ну согласитесь идет она очень некрасиво ну просто да ну вот люди делают ремонт кстати обои будут меняться поэтому можно немножко на свинячить когда будем производить работы ну вот никогда вот среди кухни стоят на моего трогать не будем но вот эти трубы вполне в наших силах убрать и сделать это более эстетично и красиво и так чего мы начнем ну начнем мы с того что показали на удостоверение хозяин чтобы они доверяли спокойно сидели на диване и дышали ровно вот когда будет производиться гаити газа опасной работы так я уже говорил раньше удостоверение дает право на производство безопасных работ выданную москва газом ну и соответственно я вам покажу как это делается но производитель все работы нужно я говорю еще необходимо конечно иметь удостоверение ну а так это реально произвести мы сейчас все это подробненько покажем расскажу я вам так начинаем с подготовки по технике безопасности мы налили водички в тазик тряпочку нас хорошие впитывающие мокрая это у нас на случай если вдруг мы будем резать трубу обрезать ее обрезать мы будем ее болгаркой затем мы нарезаем здесь резьбу и делаем вот так вот у нас здесь на кранчиками и будем ставить краны сюда мы поставим красивый угловой кранчик ну примерно вот такой вот потому что что нарезать резьбу мы не сможем без направлять совсем плотнули то есть придется где сантиметров 6 сделать оступ обрезать и затем мы ставим угловой кранчиками вот здесь вот вот так вот это это размер у нас 3 четвертной трубы сюда мы ставим уголочек обрезаем потом уже кранчик крана вы быстрее а это что вот это что сюда мы поставим вот такой уголок вот такой кран угловой так как сейчас по действующим нормативом плита которые с электрическим питанием а данный момент а потом будет здесь стоять именно такая плита то требуется установка еще перед плитой и газовым после газа трубы экрана разделяющие делят ли должна ставиться согласно действующим нормативом вот он электрическая муфта для чего она делается для того чтобы если напряжение попала на плиту вот сюда на эту на это это без электричества будь с электричеством то чтобы она не пробила на газовую трубу на газовый стояк и там где-нибудь соседи не прикоснувшись одной рукой взявшись за трубу другой за батарею чтобы их не долбанул током не дай бог еще летальный исход был в ответ соответственно для безопасности ставится такой диэлектрик то есть вот так у нас должно быть так и с другой стороны мы через угол опускаем и так поехали пилим но сначала отмечаем перейти как обрезать мы готовим пробочки для того чтобы момент когда вам болгарочка обрежем трубу что можно было сразу быстренько раз и и заткнуть потому что давление здесь мы прикрывать не будем газ прикрывать не больной стыке почему объясню почему потому что это геморрой потому что этом стояке висит есть ошибаюсь 10 квартир и если мы будем перекроем там внизу в подъезде газ соответственно 10 квартиры он не будет у 10 квартир и чтобы нам потом можно было дать газ нам нужно обеспечить доступ каждого согласно мотивам и инструкциям по газом ухо работам нам нужно обеспечить доступ каждого хозяина квартиру ну и там целая история там надо будет опрессовывать прежде чем открывать надо будет опрессовать что везде на в каждом квартире закрыты газовые краны и что нибудь такого что кранчик на газовой плите открыт там кто-то решил подтопиться да и открыла это обычно и без газ контроля то есть мы запустили газ окраин а газ был открыт кран никого дома нет соответственно со всем утекающими газ может найти помещение я не буду вам говорить что это крутые итальянские специальные заглушки ведь я надпись тут мой дентали специально тут они сделаны из-за материала огнестойкого с повышенной герметичностью нет мы с вами играем по-честному соответственно я скажу что это это пробка от вина без разницы какого дорогого дешевых белого и красного без разницы то есть эта пробочка у нас должна идеально пойти над его диаметр три четверти то есть вот на эту трубу на трубу поменьше мы используем такую же пробочку только обточенную на наждачке то есть полдюймовая труба у нас используется более обточенная трубочка вот эту дюймовую трубку мы используем идеально подходит пробка от шампанского теперь вы знаете секрет друзья ну что ж поехали сейчас при примеряем лерку по мере динамо врезать по минимуму мы прикладываем эту лерочку и смотрим вот здесь у нас резьба заканчивается примерно вот так здесь у нас дошло до ровное место и здоровое место здесь невероятно краска тоби и вот так вот так вот примерно вот так она здесь заканчивается и сразу полдюймовую тоже мере пауза и также полдюймовую чтобы меньше было пыли я не люблю вот так вот поставим тазик чтобы искры у нас летели в таз если вдруг предположим что весь мозг раз загорится мы можем у нас есть только один способ чтобы его затушить этой влажной тряпкой берема сразу так вот доступе стола перекрываем она погасит хочу вам сказать что это очень редкое явление чтобы он загорелся несмотря на то что будут достаточно большие сказать бога с того что он загорелся небольшая ну да друзья мы готовы подготовились значит одеваем очки снимаю масочку это чтобы так подготовить рябочку подготовили заглушки которых я раньше уже сказал так ну что страшновато конечно все равно пути не белый раз но уже не так как первый потому что собственно говоря брови у меня уже попали на да и здесь волос осталось совсем немного поэтому в принципе терять особо нечего вот хозяин тоже сразу хозяин страшно ну так как и много есть помолившись поехали если что начинает гореть она мы сразу тряпка раз-раз-раз-раз-раз так вот надо убрать горючие такие вещи говорю про это туда и снимают пенопласт какой-то начнем с этой наш пили мы быстро достаточно ровненько держим болгарочку для опору можно так потому что стоит да конечно ставки да 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 так слой куда нас как видео труба вообще-то лучше крутить шланг сначала давайте мы сначала все-таки открутим шланг что потом труба чтобы не упала на этой мы открутили плиту неуклюжим упадет чтобы лист колоночку не повредили заглушку положите до на себя зато и пока рукой кладем болгарочку аккуратненько так газ нас не загорелся стать друзья хочу сказать еще что газ не взорвется когда он из трубы идет он не взорвется некоторые думаю что есть сюда попадет то разорвет трубу будет взрыв огромный взрыву быть не может потому что газ взрывается только если он соотношение с воздухом так как трубе газа газовой трубе воздуха нет он не может взорваться он может гореть он будут так вот выходить гореть и все но не взорвется сказал не терять ничего я не палюсь особо пробочку вот так плотненько поставили и все у нас отлично герметично все тихо ровненько ну и сразу обрежем этого подготовили залучку даже положили и обрезаем так чтобы она сильно долбануло здесь придется как-то помощники боятся подходить поэтому придется делать одному так жизни бывает что рассчитывает только на себя еще важный момент когда мы обрезаем если вдруг газ загорится вдруг то голова должна быть немножко струн потому что у господи вот так горит а мы голова планируем сторону горит а мы голова планируем сторону все отлично то есть самая страшная работа у нас выполнила но самый неприятный ответ у нас впереди это нарезание резьбы прежде чем начать резьбу мы проверяем качество шва чтобы усилия оказывали на трубу не проверяем шов и он не отвалился здесь можно здесь я визуально вижу что нормальный оплывочки нормально то есть можно резать подготовить резьбу с долгарочкой немножечко его так сточем чуть-чуть хорошо зашла мы вот так вот под ее подровняем что и сделаем на конус немножко это безопасно пробки у нас плотно проверяем плотность засовывания пробок все у нас герметично на слух мы слышим что это тихо сейчас я часть я сделала но все-таки краску лучше бы снять чтобы она не мешала потом ледочку надеть есть есть способ и и делать ножом счищать но мы придумаем я вам покажу свой лайфхак сантехнический мы берем 2 0 и вот так вот ее плотник оставим и проворачиваем и она у нас хорошо великолепно целым пластами вот так она у нас съезжает великолепно просто вот и все не надо ни молоток ничего просто нормальный ключ 2 0 нужно 1 кстати можно определить сколько раскрасили я думаю здесь наверно слоев 7 есть в общей сложности у нас нет практически голая трубочка подравниваем что друзья самые страшные позади у меня дожилось на сало целое последние волосы на ней сохранились что сказать хозяин по этому поводу страшно было но на первой трубе было страшнее на 2 конечно уже я понял что это все дело безопасное человек работает профессионально и знает свое дело поэтому как бы ну соответственно и работает таким инструментом понял приятно слышать такие высказывания себе друзья и вы тоже можете быть тоже годовщиками у вас тоже получится но надо иметь вот такую историю красненький мосту благодаря вам рассказал так все получится у нас ну что же поехали подровняем по-настоящему а и а Ну вот, теперь все готово у нас нарезаем везьбой. Пауза. Друзья, для того, чтобы процесс нарезания резьбы у нас прошел легко и безболезненно, мы используем следующие вещи. Плашка на полдюйма у нас идет конусная, то есть сначала мы прорезаем на конус, она легче зацепит, а затем мы уже делаем чистовой, вот это вот, вот такой вот тоже на полдюйма проходим второй раз, также делаем с трехсетной везьбой. Для этого нам еще понадобится маслице, для того, чтобы сильно не напрягаться. Поехали. Это плашка, конусная. Она еще может не пройти, кстати. Опаньки, вот это вот я и боялся, она не проходит. Так, что делаем? Переходим к плану Б. Для этого нам нужно... Хозяин, обои меняться будут? А там ящик все равно висеть будет. Ну и обои поменять. Хозяин разрешил немножко попортить обои. Это большой положительный момент. Поэтому, значит, на начало попробуем сделать, что отогнем, немножко трубу сюда, и посмотрим, что получится. Для пробки. Для этого нам понадобится супер большая пробка. Где-то у меня была такая пробочка. Очень удобно для того, чтобы отодвинуть стояк. Ее также можно использовать как заглушку для нарезания резьбы на трубе демчаток. Что бывает крайне редко, но иногда бывает. А также вот для таких случаев мы можем ее использовать. Я не знаю, от чего она. Я, например, на шампанском, но чего-то есть. Блаза сейчас? Для чего у вас, давайте, подсумите я сюда. Проверим теперь. Отлично, что требовалось заказать. Перенаназ заходит. Сначала мы не смазываем, чтобы Дерочка зацепилась. Если мы смажем сразу, то зацеп может пройти более напряжно. Здесь удобно, здесь нам помогает стена. Используем окружающие предметы. У нас наши же, для обучения нашей работы. Мы можем видеть, за что ли у нас резьба. Мы можем сделать потолку. Здесь мы смотри. Это труда как револатый, сочи. Но это уже лучше не поделаешь. А это уже наши советские сварки. Что делали? Здесь не нарезаем. Кстати, потолок чистовой? Евгений. Да, да. Смотри, смотри. Это вообще, а сколько тяжелый, да? Ну, смотри, друзья. На будущее хочу сказать, что работы, связанные с трубами, надо производить до монтажа потолков. Что сначала надумали делать в потолке, а потом газовую трубу, Евгений. Что вы по этому поводу скажете? Потому что ремонт делали на такой поверхностный, когда заехали в квартиру, здесь вообще жить невозможно было. Ну, такой косметический ремонт делали, а сейчас обосновались более-менее. И вот продвигаемся дальше. Соответственно, подошло время ремонтировать кухню, тем самым поменяли обои. Парка будет из плитки выложена. Понятно. Так, она нас зацепила, вот теперь мы можем уже маслицем капнуть, чтобы пошло легче, чтобы реально труба криво приварена. Что это, что это причем? Вот здесь уже, я уже ничего не смогу сделать. Вперед, и потом немножко в обратку. Что, придьба? Молодцы, Лея. Плазки старого китайский, качество не особо не хорошее. Поэтому, по-любому, потом проходить надо будет еще настоящий китайский. Ой, фу. Настоящий, хороший, настоящий плазчик. Ну, либо российский, да? Достаточно где-то 5-6, вполне. Отличная изба, кстати, с маслицем. Ну, немножко, Витя, найдет на конус. Приблизил? Все. Пауза. И участок получится. А теперь вот мы берем неконусную плашечку сюда. То есть, нормальная изба J1-2. И будет вообще великолепно просто. Раньше я резал одной плашкой. Вот такой, лесной, китайской. Но, получалось, потом кроток ран не зайдет. Даже бывало, и участки резьбы слетали. То есть, удовольствие этих пробок в том, что они меньше диаметра трубы. То есть, мы можем нарезать спокойно под давлением. И газ никуда не пойдет, никуда не уйдет. Ну, кстати, даже если она и выскочит, бывает, что она выскакивает. Газ в полет какое-то время, это не страшно. Сам по себе, газ он не опасен. И не токсичен. Опасен и токсичен, прежде всего, угарный газ. Который образуется от неплонного сгорания природного газа. А здесь у нас именно природный газ. Соответственно, в принципе, ничего страшного, если мы им немножко подышим. Идеально получилось. То есть, шесть ниток. Идеально ровненько. Концовочка есть. Просто идеально. Теперь то же самое производим с этой. Друзья, мы нарезали две резьбы. Все получилось отлично. Теперь нам нужно поставить кран. Вот это кран у нас будет здесь. Да, кстати. Как ставить правильно? Вот так? Или вот так? Кто знает? Ставим всегда вот этой стороной неразъемной. То есть, вот это у нас разъемная, ремонтная. Это неразъемная. Неразъемной стороной, литой целой, мы ставим в трубу. То есть, отсюда у нас должна подача газа. Если у нас неразъемная, должна быть пластиграна. Почему это делается так? Если вдруг с ней что-то случится, то есть, она по какой-то степени там открутится, либо разболтается, то мы перекроем кранчик, и все у нас будет герметично. Отсюда газ не пойдет. Если наоборот, то мы его не перекроем. Итак, резьба у нас есть, но мы подождем наматывать сюда. Сначала нам нужно проверить, как она заходит. Мы перекрываем кран. Вынимаем заглушечку. И вот так же подавление. Начинаем смотреть, как она у нас идет. Так, все. Зашел у нас хорошо, идет ровненько, вообще от руки, вообще шикарно. Идет. Соответственно, можно подматывать. Подматываем только после того, как мы убедимся, что резьба заходит. А то потом потеряем время. А время, как вы знаете, у нас деньги. Можно подматывать здесь. Подмоткой, леном. Но реально нужен будет герметик, чтобы было быстрее можно использовать вот такую ленту FUN. Но бывает еще желтая, типа специальной гады, но особо раньше нет. Больше все-таки подмотку с герметиком. Ладно, сделаем на этот раз. Ленты FUN. Вот такого у меня мастерства в подмотке нету, как у тех, кто... С форматом уйти постоянно. А вот, честно говоря, я ее не люблю. Но она мне оказалась сейчас. В чемодане я решил ее использовать. Самое главное, потому что она мне нравится, она не настолько эластичная, чем ее. Глядом больше полминается. Если даже его больше промотать, то он еще лучше. А здесь еще опасность, может быть, когда подматываем вот этой вот ленты FUN или там, где-то неловко... Разные есть для сантехники. Она вроде бы нормально намоталась. А потом начинаем ее мотать. И она ужалась достаточно сильная. И получается, что начинает пропускать. Небольшое. Меньше даже 1,10 атмосферы. Мотать очень много. Газ пошел на 10 секунд, не прошло. Поэтому ничего там у нас внизу не погасло. Ну-ка, по ощущениям, мы должны чувствовать, как он идет. Парись куда-то парись поставил. Мы по ощущениям должны видеть, чувствовать, то есть, должно идти достаточно плотно. Это, если легко идет, это плохо. Значит, подмотали мало. В данном случае идет достаточно плотненько. Нехорошо. Почему я сначала сделал... Вот это вот подмотал. Ну, кран сюда ставлю, а не сюда. Кто знает. Сюда мы будем ставить кран другой. Не угловой. Потому что у нас здесь другой диаметр, мы поставим переходной уголок. И почему я решил сначала где-то? Для того, чтобы у нас освободилась заглушечка, которая стояла здесь. И ее я буду использовать, когда буду загрузить уголок. Я обычный краз, он очень поставлю, и заглушечка он уже будет вот здесь. Готовый заглушечка. И, соответственно, буду загрузчивать. Понимаете? То есть мы сначала продумываем всю работу, рассказываю на этап. И только после этого мы делаем. То есть, как в любой работе, у нас должна быть сначала работа произойти в голове. Пусть даже лысая. А потом уже... Ну, не совсем лысая. Не так уж и много. Ну, естественно, ничего от нее... Ну, куда от нее денешься. Пусть не говорят, что там что-то еще. Вот, то есть заходи плотника хорошо. Сначала продумаю работу. Чтобы не было лишних телодвижений. Это нам помогает сэкономить время. А время-день, как я уже сказал раньше. Пока-то оставляем. Ну, можно сразу подмотать, конечно. Вот. Геетрическая муфта. Обратите внимание. Каким концом мы будем ее закручивать в правом? Длинным или коротким? Будем закручивать мы ее... Каким? Кто знает, коротким. Почему? Потому что, если мы закрутим ее длинным, то на другой конец у нас должна пойти гайка от шланга. Ну, ладно, телефон будет. А там может быть большая она. И если она укроется сюда, то, соответственно, это будет очень плохо, потому что газ будет подсекать. Надо будет стоять две прокладки, три прокладки, чтобы отодвинуть ее. Соответственно, мы будем закручивать вот этой стороной. Здесь у нас уровень зайдет аккуратнее, герметично. А здесь уже под шланг. Здесь бы хватит. Со всей силы мы не крутим, потому что это пластик. Со всей дури не затягиваем. То есть, как бы так вот раз, ощутимо, и все. Не надо здесь, как сталь. Потому что она может покрутиться, и будет соединение, это потеряет герметичность. Проверим. Все отлично. По-хорошему, у нас сначала проверить здесь, герметичность, как закрутили. А потом уже закручивать это. Но я почему-то уверен, что здесь все будет великолепно, поэтому я могу себе такое позволить, закрутить сразу. Кто не уверен, сначала проверяем здесь, а потом уже закручиваем здесь герметичность, чтобы потом не переделывать. Все, приступаем к этому. Здесь у нас душ не будет несколько посложнее. У нас уголок поет не сразу, то есть, кран поет у нас не сразу, а через уголок. Соответственно, сюда. Нам понадобится вот этот вот уголочек переходной, с три четверти на одну вторую. И вот эта заглушка. Оба проваливаются. Вот это да. Не понял. Я на это рассчитывал. Тогда придется подточить. Так. В общем, ищем подручные средства. Что-нибудь, чтобы нам можно было это заткнуть. Так. О! Так. Я придумал. Я сейчас намотаю сюда фумочку. Она упала. А, нет? Ну, вот так вот и будет у нас шикардос. Друзья, это как шахматы. Нужно придумывать сюда новые варианты решения проблем. Вот так мы ее подмотаем, и будет у нас все плотненько. Так же и в жизни порой. Надо уметь быстро приспособить ситуации и сделать все правильное, выйти из ситуации и решить проблему. Те, кто умеет приспосабливаться, быстро те выживают. Надо учиться нам всем гибкости ума. Вот еще. Так. А ну-ка. Эх ты. Молоденько, даже надо еще поднимать. Здесь мы берем посещение. Узенькая, бывает толстая. Ну, в смысле широкая. Широкая всегда предпочтительная. Потому что она полностью заходит. Здесь она такая важная, особая помощь, 100% где мне здесь даже нужна. Ну, что такое? Все. Ну, она не тонкая. Где? Слушай, мне же заемка была. Ладно, обойдемся. До одного раза. В смысле нет. Куда пришел. И, как я сказал раньше, вынимаем пробочку и быстренько подставляем сюда, наживляем, пробуем, как резьба пойдет у нас. Только потом подматываем. Ну, здесь идет потуже, но, в принципе, нормально зайдет. Подматываем. То есть, мы ниточкой обозначили. Теперь мы ее подмотаем. Так вот, по резьбе, как бы закручивается, так мы ее полностью на весь, на все, что ее на резьбе и наматываем. С натяжкой. Стараюсь делать все хорошо, красиво, потому что плохо она сама получится. Пауза. Так, мы подматали. Все ровненько, ладенько. Теперь быстренько вытаскиваем пробочку и... Опачки. Немножко здесь проходит. По за счет того, что я сэкономил, но это не страшно. Потому что есть вытяжка. Вкажу вытяжку. Вот так. Газ легче воздуха. И он туда поднимается и уходит. Будешь, кстати, не забывайте их чистить. О, что такое-то. Не забывайте их чистить. За счастье. Мы губки располагаем так, чтобы они были так можно ближе друг к другу. Потому что если мы сделаем вот так вот, то мы когда начинаем крутить, он сильно сжимается и может снять, вот так вот, смять уголов. И это будет очень неприятно. Это очень важный момент. Поэтому не забывайте про эти губки. Вот так вот. Чтобы он не сменал. Не позволять можно делать вот так вот. Теперь так. Все, уголочек у нас закручен. Но я решил пристраховаться все-таки. И сначала, прежде чем закручивать дальше бочоночек с краном, переходником, мы обмылим, проверим герметично вот это соединение. Правильно, мыль на эмульсию. Мы подготовили сюда. Мы подготовили мылом. Вот так вот. Вот такую эмульсию. Почему мылом? А не фэри. Друзья, фэри использовать нельзя. Потому что пена от фэри, она не эластичная. От мыла только получается. Пена вот такая вот густая и способная долго держать пузыри. То есть плотная пена. Здесь очень легкая пена. И она может ввести в заблуждение и не нарушить утечку газа. Поэтому, соответственно, никогда фэри не пользуемся ими подобными средствами. Только мыло. Поехали. Увеличим. Поближе. Берем не толстым слоем. Как правильно делать? Толстым не надо. Вот таким вот. Вместе соединения. Здесь у нас все нормально. С той стороны мы тоже посмотрим. Пальцы приложили. Если пойдет выходить пузырь, значит, с той стороны что-то не то. То есть можно даже не смотреть ту сторону. Вот так пальцы приложили. И вот так вот видно она. Все. Все у нас герметично. А вот здесь у нас будет не герметично. Потому что пробочка пропускает. Смотрите, как это поспорили. Вы видите. Видите? Она даже не успевает. Вон она. Сразу выдывает. Вон она. Так утечка достаточно сильная, то она не особо видна. Ну вот, видите? Вот я вот делаю. Вон она. Быстро выдувается. Махом вон она. Потому что утечка сильная. Если утечка была меньше, было бы эффективнее видно. Данную утечку у нас слышно. О которой не слышно, она очень эффективно покажет пузырьком. Он будет надуваться. Так, эту утечку у нас слышно. Соответственно, даже нет необходимости ее проверять пеной. Потому что она выдувает. Пузыри даже не успевают образовываться. Друзья, все мы закрутили. Шланг у нас получился длинный. Этот кран у нас на колонку. Мы его протянули. Покажи сюда, как мы протянули его. И вот сюда, и вот там. И вот до сюда он дошел. Подальше отойдет. Что мы будем здесь делать? Где мы сначала закручиваем? Как мы делаем? Если мы сейчас закрутим оба края, потом пустим газ, то мы будем долго и упорно включать колонку. И также может подозрение у кого-то возникло, что у нас сломалось. Потому что, ну, не включается колонка. Почему она не будет включаться? А потому что сначала нужно повести продувку газом. То есть мы здесь закручиваем. Прокладочку поставили. Открываем кран газовый. И у нас пошло. Ждем, пока запахнет газом, чтобы он продулся. Если мы сразу здесь закрутим, без продувки. Так как шланг очень длинный, я уже сказал, будем долго и упорно включать колонку. Особенно касается колонок, либо котлов с запальником. Здесь она, конечно, быстрее несколько, потому что это автомат. Там сразу будет на горелке, но как будто не было все равно. Незабываемый нюанс. Выгибается. Соответственно, сначала его вот так вот. в обратку сделаем. А потом уже будем крутить. Чтобы он у нас плотненько был. И чтобы не было здесь натяжения. То есть мы рассчитываем так, потому что начинающие любители закручивать шланги газовые и водяные обычно совершают такую ошибку, что они закручивают его, этот тянется вместе, и получается он выгибается, и напрягается он, натяжение остается. Такого быть не должно. Почему не должно быть? Потому что если шланг будет натяжением, то он гораздо быстрее может выйти из строя и появится у него течь. Какой-нибудь свитч. То есть мы его так делаем, что... друзья, мы все поставили, установили. Газ продули. Продули это значит на том конце шлангов мы открутили гаечку и открыли газовые краны. И когда у нас газ пошел, мы закрыли, а мы закрутили там и запустили газ. То есть сейчас у нас стоит все под давлением, все обмыливаем. Кстати, уголки тоже надо обмылить, потому что бывает, что они трествуются, но это если перетянуть. Так, здесь тоже все смотрим. Проверяем как положено. В газовом хозяйстве проверяем пеной. Почему пеной? Ну, кто-то может сказать, что спичками нельзя, опасно. Ну, даже не в этом дело, что спичками опасно. Да ничего опасного нет. Ну, я же не нашел газ. Боль окошко открыто. Настолько, чтобы взорваться. Ничего страшного в этом нет, друзья. Не надо бояться газа. Он даже порой бывает гораздо безопаснее, чем вода. И с ним легче работать, чем с водой. Так все у нас отлично. Почему не спичкой? А потому что, причина весьма банальная, потому что мелкие утечки спичкой не обнаружатся. То есть она будет надуваться мелкой утечкой от пены, но спичкой она не загорится. Так-то слишком маленько. Все, все у нас отлично. Занаташу даже не тронулся. Все шикарно. Гарантия 25 лет. Хозяин доволен? Лучше стало? Конечно, больше места окажется устава. Отлично. Здесь тоже проверили. На плите. И на колоночке, на самой. Поджигаем колонку. Открывайте воду ванной. Горячую. Здесь у нас немножко забита, поэтому ванну открываем, смотрим, ждем. О! Обратите внимание, колоночка зажлась сразу. Это потому, что мы сделали продувку газом. Погасло! Да, кстати, здесь походу еще вот это вот вертушок, видите, здесь. Понятно. На колонке зима-лето. Ни в коем случае не ставьте на лето. Почему? Потому что, если его поставить на лето, то будет гореть не полностью горелка. Вот она вот шириной вот такая вот в весь радиатор, во всю колонку. А будет гореть вот вот это вот только середина. Соответственно, середина радиатора прогорит. Только на зиме. Зачем он китайцы сделали? Ну, наверное, потому что у них бывает температура, если вокруг окружающей среды 50 градусов, тогда им, видимо, не хватает. И они хотят холодной, чтобы водичка не была, прохладненько. Видимо, им она настолько нагревается, сильно, что он приходится переходить в полонический режим. У нас не такая картина с 50, плюс 50 подсессию не бывает, поэтому только зима. Дольше пора. Послушайте радиатор. Ну, слушай, на этом мы ролик наш заканчиваем. Вот сюда озвученный снимок. Отойди подальше. Хозяин доволен. Все получилось хорошо. Вывод. Теперь эта труба не будет мешать. Здесь можно шкафчики подрезать аккуратненько, шкафу вырезать и вплотную она встанет. Шлангами как угодно. Вот так вот. Либо шланг плотную встанет. Вот этой вот. Потому что шланг можно сделать вот так вот, нахнутый его поставить. Даже вот так вот. Вот и все будет шатарно. Здесь уже можно вытяжку и то есть там и вот здесь и все. Это шланг тоже всегда делается. Друзья, теперь в этом ролике вы знаете как работать с газом. Надеюсь, прибавилось гораздо больше смелости. Теперь вы можете с газом быть на ты. Ну, после получения доставления. Но как будто и не было. Надеюсь, этот ролик вам был полезен. Оставайтесь с ним. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok